Давайте еще раз к ней вывернемся. Первый вопрос. Биологические задачи метоза. Какую задачу иметь этот процесс? Майя, попробуйте. Зачем нужен метоз? Метоз нужен для того, чтобы готовить метро в деление. В общем. Метоз, как и есть, само деление метра, готовится к мозгу. Метоз – это название процесса деления метра. Вся подготовка двое. Зачем нужен метоз? Как угодно? Одинаково в каком смысле? По весу, по цвету, по вкусу? По состоянию метоза. Попробуй, другое слово использую. Вот эти два ядра, которые получаются в результате метода. Что про них можно сказать? Что я одинаково трогаю и тут сейчас. В чем одинаково еще раз говорю? По вкусу одинаково? Майя, а зачем вообще ядрог? ДНК. А зачем ДНК? ДНК – это то, чтобы строить руки. ДНК – это то, чтобы строить руки. То есть, в ДНК сидят строительные руки. Там написано, что это. Написано. А как мы называем любую запись? Любая запись, что несет? Информация. Информация. Итак, ДНК – относитель информации. Вопрос. Какие два ядра возникают в результате метоза? Одинаковая метода не была. Значит, имеющая, если никаких ошибок при методе не было, то имеющая одинаковую наследственную информацию. С точки зрения записи гена, если метод спрашивал правильно, никакого отличия между дочерними ядерами быть не должно. Вот это и есть главная биологическая задача метоза. Создание из одного ядра предшественника двух дочерних ядер, которые бы являлись информационными копиями друг друга. И ядра предшественников. Хорошо. А теперь. А какие задачи не идут сами? Вопрос понятен? Вайси, пропори. У МИЁЗа задачи такие. Размножение. Он помогает размножиться, но не одинаковый. Не одинаковый. Скажите, пожалуйста, а МИЁЗа, или Горя Кушенко, что размножаться будет МИЁЗом? Да, МИЁЗ. Правда? А, по МИЁЗу. А по МИЁЗу. И МИЁЗ к размножению имеет 25 отношений. У МИЁЗа другие. Действительно, МИЁЗ наблюдается только у организма, размножающийся половым путем, но сам этот процесс нужен не для размножения. Там надо как хромосомы соединиться. Все на хромосом соединиться. Горя, попробуйте вы, зачем нужны МИЁЗы. Главная задача МИЁЗа. Вот почему, если уже организмы размножаются половым путем, или они характерны кокуляция, то есть слияние кокуляции, то этих организмов обязательно должен быть МИЁЗ. Нельзя подождать. У вас была подогревательность. Георгий, пробуйте. Может, чтобы не накапливалось количество ДНК клеток. Разумеется. А за счет какого процесса будет происходить накопление количества ДНК? Ну, потому что и от мамы, и от папы. Это будет называться слияние половых клеток. Это ребенок получает ДНК. Да, это значит. Были половые клетки, одна папина, вторая мамина. В ней с ливисть образовалась первая клетка детеныша, зибота. Что можно сказать о количестве ДНК в зиботе, если сравнить с количеством ДНК в каждой половой клетке? Двое больше. И так приказано по этому. То есть, при переходе в каждое новое поколение, что должно быть с количеством ДНК? Вот у вас есть праграны, праздники, дни, дни, дети. В данном случае это должно быть одинаковое. Одинаковое количество ДНК. Смотрим. При слиянии половых клеток, что у вас с количеством ДНК? Насколько умножаются? На два. Хорошо. Слияние половые клетки, набор умножится на два. То есть, следующее поколение. Слияние половые клетки, набор еще раз на два. Слияние половые клетки, еще раз. Слияние половые клетки, слияние половые клетки, шестнадцать. И так, так, так. Можно ли это допустить? Нет. Ни в коем случае. Поэтому, если уж есть половое размножение в форме слияния агонеток, то совершенно необходимо где-то в жизненный цикл вставить особое деление. Вот это особое деление будет назначено ми-йозом. И какие у него главные задачи? Главная задача ми-йоза. А вот теперь кто может сформулировать на основе того, что здесь у нас разница? Как это не допустить? Там надо хромосомы делить и части хромосомы сливать. А вот попробуй чисто математически, без использования всякой биологической терминологии. Без слов хромосомы и так далее. Можно использовать слова наследственная информация, но в крайнем случае слово ДНК. А все остальные слова не служат. Наследственная информация, она идет из двух клеток, из первого дозора. Потом, получая зала, пустая, находится ли ДНК. Не надо описывать процесс. Скажите, какую задачу имеете линия, которая называется ми-йозом? Не допустить, а ДНК. Как не допустить, Василий? Это расчетверить это ДНК. А чему это приведет? Вот у Вас есть клетка предшественных при методе. И клетка предшественных при методе. А вот это клетки потонки. Выбираем только одного потонка. На самом деле, естественно, несколько. При методе, сколько будет потонок в одной клетке? Два, 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 три, три, четыре. Понятно, что они запустили. Вот так. Но мы любого конкретного потонка сравниваем с предшественным. Что можно сказать при методе? Вот у нас есть предшественник, есть у нас потомок. Сравниваем с ею. Одинаковое. При ми-йозе есть предшественник, есть потомок. Сравниваем с ею. В чем различие? Главное различие. Что про количество ДНК можно сказать? Во сколько раз? Два раза. Строго в два раза. Потому что второе разделение без этой фазы. А в этой фазе происходит умножение... Так вот, ребят, вы пытаетесь описать весь процесс целиком. Вас же этого не требует. От вас требуется коротко сформулировать задачу процесса. Ну-ка, давайте сформулируйте коротко, какую главную задачу имеет процесс, называемый ее. Володя. Внешение количества ДНК в два раза. Точка. У кого уменьшение количества по сравнению с кем? Уменьшение количества ДНК по сравнению с... 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 С...